Лена, я не могу быть игранным переводчиком и ведущим воркшопом. Мне пришли, интересно, еще раз узнать имена. Александр, Эва, Лена, Инесса, Валерия. Лена, Александр, Инесса, Валерия, Ева. Алексей. Мне прям сейчас хотелось бы узнать, какой у вас опыт звучания, голоса и так далее, как вы посвящали этому, каким вам посвящали этому свое время интересы. Практика ворально читается? Ну, перечитайте все, что относится к речи, голосу, звучанию. Ну, выступления на сцене, то есть, радость. А речевые, голосовые, вокальные? Вокальные, голосовые. И речевые, скорее всего. Речевые и вокальные. Значит, у меня в основном все связано было с практикой. Значит, есть золотое правило успешности в политике публичных выступлений. 70% успеха личности – это внешность, образ. 20% – это тембра голоса, голоса. И 10% – это содержание, то, что мы говорим. Я, как раз, экспериментировал с этими 20%. Я вспомнил на различные аудитории, на большие, там было до тысячи человек, маленьких, до тысячи человек, в процессе предвыборных каких-то компаний. Постоянно экспериментирую с голосом, с тембровым голосом, с направленностью голоса, с аудиторией, когда читаю лекции у студентов, когда веду тренинги. И, скажем так, на собственном опыте очень часто и очень сильно четко понимаю значение голоса, тембра голоса, уровня и так далее, направленности. И, как бы, что голос имеет во много, намного большее значение, чем, нежели, скажем, то, что я могу говорить, или то, что кто-то говорит. То есть она, как бы, находится по степени важности влияния на окружающую действительность, на втором месте. Сначала внешность, потом тембр голоса, только потом содержание. То есть я, как бы, важность этой позиции на практике, но в основном это какие-то публичные выступления, именно с этим связано. По глубокому детству в школе я занимался в ТЮЗе, то есть театральным искусством, как бы, тоже там есть какие-то моменты. Что касается вокального, как говорится, пою плохо, но громко. То есть в кораллете набирайте, пожалуйста. В любом случае, да. Хорошо. Ну, у меня не очень большой этот коралл оказался в практике, и, правда, что только это было два года, я посетила именно пению в школе, 8-9 класс. Ну, вообще образовательная музыка? Вальсом. Нет, это было отдельно вальсом, и она, ну, под вальсом, то есть я пела, а мой голос был как фоном, и танцевала. И, скажем так, что это была достаточно позитивная практика для меня, но она прекратилась, по нему, если нет причин. Но я могла исполнить песни вот именно только в таком варианте, больше никак, то есть там где-то в ходе, то есть, ну, это было немножко, ну, нереально, то есть это была моя ниша, можно сказать. Ну, и с недавнего времени более, как, вот где услышала свой голос, так это когда была ведущей на одном мероприятии. Конферанс, то есть, и, по-моему, не один раз у вас это было. Да. Ну, это как конференция или как... Ну, нет, как ведение, ведение мероприятий. Ну, как ведущий. Характерный мероприятий был какой? Ну, был развлекательный характер, это было шоу, по сути дела, и толку нужно было подогревать постоянно. И, естественно, в любом случае приходилось использовать голос. Игра, заигрывать с аудиторией голосом, то понижать, то повышать, когда кого-то там, ну, уууу! То есть там одна манера разговора кого-то поздравить со всем, другая, вот. Нера? Ну, я не пою. У меня чаще всего разговаривают. В школе бывают ведущие. Чаще всего меня это не означают. Как вести какие-то... И ты это делаешь как? Уверенно? Ну, так, не очень. А ты можешь освободить от тела сумку? Потому что мы будем периодически мониторить разные части себя, для того, чтобы лучше осознавать процессы. Моя цель этого мастер-класса в том, чтобы вы получше прикоснулись к осознаванию. У нас есть как бы сознание, это известный термин для многих, а есть термин телесное сознание. И вот к телесным сознаниям мы как раз будем с ним соприкасаться. Прежде всего, с чего начинается любой процесс речи, голоса, звучания, вокала? Разлегки. А перед этим? Правильная поза. А после нее? А, после. Пробивка подачи, наверное. Дыхание, совершенно верно. Поэтому первое, без чего вообще нельзя в любом случае начать, это дыхание. У нас как бы, если перекладывать на общие такие принципы, в простой форме, через образы, то у нас как бы три сегмента, которые участвуют во всем процессе речи и звучания. Это мотор, насос, то есть мышцы ребят, которые мы сейчас попробуем как раз прикоснёмся. Вот так вот. Но мы их не знаем, мы просто прикасаемся и пытаемся расширить. Именно это диафрагмальное дыхание. И мышцы живота. Естественно, когда вы вдыхаете, он наполняется, когда вы вдыхаете, он опустошается, уменьшается. Потому что у некоторых бывает наоборот. И они поэтому умудряются звучать. То же самое, как мы звучим на «вдруге». Самое интересное из саморегуляции, к которой я подвожу, у меня цель прежде всего не поставить голос человеку, хотя этим я тоже могу параллельно заниматься, индивидуально. Цель, чтобы он осознал свои процессы и мог сам их регулировать, и в том числе звучанием влиять на себя. И в психоэмоциональном плане, и в плане саморегуляции, то есть регуляции каких-то физиологических процессов. Ну и естественно, как взаимодействие социальное. То, о чем вы сказали. То есть акцент у нас прежде всего телесно ориентированный. Что не умаляет важность того, о чем вы говорили. Значит, легкий вдох. Потренируем сейчас легкий вдох, потому что именно легкий вдох важен для того, чтобы у нас не было перей и не было неду. Если мы слишком много вдохнули, нам этого может быть с избытком, нам придется еще раз выдыхать и усложняем этот процесс. И сложнее большим вдохом, большой порцией воздуха, ей сложнее управлять мышцами и подавать. Если вдох средний, маленький, то его легче использовать для активной подачи звука. Поэтому вспомним, как будто мы что-то дегустируем. Например, в парфюмерном магазине, например, в магазине цветов, на поле, на лугу или на кухне, например, смакуем какой-то запах, но смакуем слегка. Вот этот вот дегустационный вдох. И попробуйте параллельно положить руки вот сюда и заполнить мышцами. Вот именно через мышцы. Вышечная память у нас есть такое понятие. Попробуйте заполнить мышцами сколько вам нужно усилить мышцами, чтобы сделать этот легкий вдох через нос. Но старайтесь это делать не верхом, не верхней части груди, а именно низом. И вот эта порция нам достаточна для того, чтобы мы смогли ею уверенно управлять. Для того, чтобы мы могли далеко подать звук и звучать так же, естественно, как маленький новорожденный ребенок, который может звучать очень долго, который может звучать очень громко и звонко и на дальнее расстояние, хотя он не обладает ни нашими людьми, ни нашей техникой, ни нашими знаниями. Это свойственно ему от природы, грубо говоря. И поэтому для нас важно, чтобы мы приблизились к этому природному самоощущению. И опыт многих людей, с которыми я занимался, и у которых я занимался, показывает, что действительно так, приближаясь к природному голосу, мы приближаемся как раз вот к большей осознанности тела или, наоборот, мы не осознаем процессы, но в любом случае мы тогда в том состоянии, в котором естественно звучали. Вот. И вот к этому состоянию мы будем тоже приближаться. В этом есть техники от сознания и есть техники от расслабления. Вот. Мы попробуем прикоснуться к тем и тем. Если я слишком быстро что-то говорю и не успеваете, вы можете переспрашивать и уточнять. И попробуем закон бойли-мариоты, закон заполнения вакуума, на основании которого мы убедимся, что у нас тело самого берет столько, сколько ему нужно. Вот. Попробуем, после того, как я уже доскажу эту фразу, полностью освободить от воздуха легкие, полностью выдыхать. Вот. Полностью. Насколько это возможно для вас. Вот. И после этого, через пару секунд, просто отпустить, ослабить мышцы. Отпустить их. Вот. И у вас организм возьмет ровно столько, сколько ему нужно. Можете попробовать так два-три раза. Вы сами поймете, что организм сам выбирает. Автоматически. Просто выдохнуть, выдохнуть все, и отпустить. Организм сам выбирает. Да. Вот. И вот это то же самое, что мы делали носом, да, в дыхании, регустационном. Это как бы две стороны одной медали. Вот. Просто в одном случае организм сам это делает, в другом мы осознаем это. Но когда мы осознаем, и потом, на уровне систематических упражнений переводим это в уровень уже условных рефлексов, уже рефлексов. Вот. У кого-то даже безусловных, например, у меня это уже практически как безусловный рефлекс за годы. Так. Поэтому, когда мы это переводим в рефлекс, мы уже способны собрать всю эту мозаику эффективного природного звучания, объемного, и собирать ее быстро, и контролировать, и у нас уже на автомате мозг и тело само контролируют все эти процессы, и мы задумываемся уже над содержанием того, что мы делаем, а не над тем, как мы это делаем. Сейчас мы прикосуемся к тому, как мы это делаем. И сейчас мы попробуем прикоснуться рукой здесь, и прикоснуться рукой здесь, сделать легкий вдох, и также легко выдыхать, и попробовать вот эту вот струю, ощутить вот эту струю воздуха, которая наполняет вас, и которая из вас выходит. Наполняет и выходит. «Да». «Вы занимаетесь?» «Да. Вы к нам?» «Ага. Да. Сейчас придем». «Сколько вас?» «Да». 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 «Да».